Здравствуйте, уважаемые зрители канала Оздоровление. Я Александр Закурдаев. У меня сообщение для зрителей канала, которые проживают в Москве. Многие москвичи, особенно молодые и среднего возраста, которые чувствуют себя хорошо, не хотят идти в поликлиники для проведения обследования. Но они знают, что потребуется много времени на сидение в очередях перед несколькими кабинетами вместе с больными людьми. Вот сейчас впервые москвичи получили возможность пройти диспансеризацию не в поликлинике, а совместить ее с прогулкой в парке. Для этих целей в парк установили специальные павильоны «Здоровая Москва». В каждом из них несколько кабинетов с современным оборудованием для проведения диспансеризации. Если посетитель прикреплен к московской поликлинике, то потребуется паспорт, его копия или водительское удостоверение. Если нет, то понадобится еще московский полис медицинского страхования. Это вот такая карточка. У вас у всех тоже она есть. Я посетил павильон «Здоровая Москва» в парке «Сокольники». Он расположен неподалеко от центрального входа в парк. Надо идти по дорожке слева от центральной аллеи мимо памятника Сергея Третьякова, одному из основателей Третьяковской галереи. Метров через пятьдесят от памятника вы увидите кафе «Серень». Рядом с кафе как раз и расположен павильон «Здоровая Москва». В павильоне созданы комфортные условия для ожидания перед посещением следующего кабинета. Все обследование занимает от сорока минут до одного часа. При посещении павильона надо подойти к стойке регистрации и заполнить небольшую анкету для создания электронной медицинской карты. В нее будут вносить результаты обследований. Здесь же оформляются добровольные согласия на проведение медицинского обследования. Затем для каждого посетителя печатается маршрутный лист прохождения диспансеризации. В нем указан порядок проведения обследования. Регулирует процесс посещения кабинетов администратор. Сначала меня направили к специальному устройству, которое называется «Информат». С его помощью человек отвечает на вопросы для выявления факторов риска развития заболеваний. Затем администратор направил меня в кабинет до врачебного приема. Там у меня измерили вес, рост, артериальное давление, объем талии и груди. Все эти данные заносятся в маршрутный лист. Потом меня направили в процедурный кабинет. Там медсестра осуществила забор крови из пальца для определения уровня глюкозы и общего холестерина. Для этого медсестра использует специальные миниатюрные приборы и показания сразу же заносятся в маршрутную карту. Кровь также берется из вены для проведения общего анализа крови. Сам анализ делается в другом месте в течение нескольких дней и результаты потом занесут в электронную карту. Результаты общего анализа крови высылают посетителю по электронной почте. Также их можно получить в печатном виде и в повеливании. Мужчинам в зависимости от возраста берут кровь для определения уровня ПСА. Этот анализ позволяет выявить на ранней стадии признаки рак простаты. Мне этот анализ делать не стали. Сказали, что в компьютерной программе для моего возраста, а мне 74 года, назначение этого анализа не предусмотрено. Многие зрители знают, что сдача крови на анализ должна проводиться утром до приема пищи. То есть есть до проведения анализа нельзя. Воду пить можно, но не чай или кофе. Лучше до сдачи анализа не делать и физические утренние упражнения. Это может повлиять на результаты анализа. В следующем кабинете мне сделали электрокардиограмму и измерили внутриглазное давление. Кардиограмма прикладывается к маршрутному листу. Тем посетителям, которые давно не делали флюорографию, предлагается сделать это в выходные дни в передвижном кабинете, который работает по особому графику. Обследование завершается в кабинете терапевта. К этому времени данные с маршрутного листа уже внесены в электронную карту. Врач их анализирует, опрашивает посетителя и осматривает его. Затем врач делает заключение, устанавливает группу здоровья и дает рекомендации. При наличии показаний посетителя могут направить на дополнительное обследование в поликлинику. Все это указывается в паспорте здоровья, который в печатном виде выдается посетителям. Вот у меня в руках вот этот паспорт здоровья с указанием всех данных после проведения обследования. Также выдается еще рекомендации на каждому посетителю. Здесь указано то, что человеку рекомендуется сделать. Это в основном по здоровому образу жизни. Павильоны «Здоровая Москва» работают с 8 до 22 часов без перерывов и выходных. В настоящее время в Москве работает 46 таких павильонов. Акции продлится до окончания лета. Ставьте лайки, если информацию в ролике считаете полезной. Подписывайтесь на канал, чтобы получать оповещения о новых видео. До свидания. Будьте здоровы. С вами был Александр Закурдаев. С вами был Александр Закурдаев.